Так что же нам делать? Как остановить столь сильную систему жадности и коррупции? Как остановить эту сбившуюся с пути группу, которая не чувствует никакого сострадания, к миллионам вырезанным в Ираке и Афганистане? Так что корпорации могут контролировать энергетические ресурсы и производиться опиума для выгоды в Уф-Саре. До 1980 года Афганистан производил 0% мировому опиуму. После возвращения США от ЦРУ Маджахидин выиграл Советско-Афганскую войну. За 1986 год было произведено 40% мирового героина. К 1988 году они произвели 80% от мировых поставок. Но затем случилось непредвиденное. Талибан накопил власть и к 2000 году уничтожил большинство опиумных полей. Производство упало с 3000 до 185 тонн. 9 сентября 2001 года на столе президента мужа уже лежал готовый план вторжения в Афганистан. Через два дня у них появился предлог для нападения. Сегодня США контролирует производство опиума в Афганистане, которое производит более 90% мирового героина и бьет рекорды почти каждый год. Как нам остановить систему жадности и коррупции, которая принуждает бедные слои населения к рабскому во всех аспектах труду в интересах Мэдисона Веню? Чтобы найти ответ, мы должны сначала увидеть истинную, тщательно спрятанную причину. В действительности, эгоистичные, испорченные, основанные на энергетике и финансах группы, не являются источником проблемы. Это лишь симптомы. Жадность и соперничество не являются результатом неизменного людского нрава. Жадность и механизм создания дефицита фактически созданы и усилены. Они и являются причиной нашей борьбы за выживание. Бернат Леетар, основатель денежной системы Евросоюз. Меня зовут Жак Фреско. Я промышленный дизайнер и социальный инженер. Меня очень интересует общество, и я разрабатываю систему устойчивого развития для всех людей. Прежде всего, слово «коррупция» – продукт денежной системы, пагубная деятельность, внутри которой наносит вред людям. Когда речь заходит о поведении человека, следует отметить, что оно зависит от среды, в которой он вырос и был воспитан. Если с малых лет вас вырастили и воспитали в индейском племени семенол, и вы ничего больше не видели, то вы будете носителем их ценностей. Это также относится к нациям, странам, семьям. Они прививают своим детям ценности своей страны и заставляют ощутить, что они являются его неотъемлемой частью. Они построили общество, называя его устоявшимся. Эту устоявшуюся точку зрения они затем увековечивают, где это только возможно. В действительности, все общества находятся в процессе постоянного развития и не являются устоявшимися или статическими. Поэтому они упорно отрицают новые идеи, если те противоречат их традициям. Правительство пытается удержать ту систему, которая позволяет им оставаться у власти. Чиновников избирают не для изменений. Их держат там для того, чтобы все осталось на своих местах. Так что основа коррупции в устройстве нашего общества. И позвольте мне уточнить, все страны фактически испорчены и порочены, так как они нацелены на поддержку тихущих структур. На цели всегда останется защита самой этой структуры. Например, самое последнее, что хотела бы нефтяная компания, так это применение видов энергии, которые не находятся под ее контролем. Потому что это уменьшит значимость этой компании для общества. Точно так же, как холодная война и развал Советского Союза, на самом деле, были необходимы, чтобы сохранить и уковечить хорошо налаженную экономику и мировое господство Соединенных Штатов. Следовательно, если малоимущий человек вынужден воровать, чтобы выжить, это такое же естественное отклонение, как и делать все необходимое для поддержания и прибыльности учреждения. По сути, именно поэтому основанные на прибыли учреждения не склонны к изменениям, так как это создает не только угрозу для выживания большого количества людей, но и ставит под удар желаемый материалистический образ жизни, ассоциированный с богатством и властью. Поэтому парализующая необходимость оберегать учреждения вне зависимости от его значимости для общества прочно завязана на деньгах и извлечении прибыли. Ну и что с того, подумают люди? Если человек зарабатывает деньги с продажи какого-либо товара, он обязан соперничать с другими существующими товарами, которые могут представлять угрозу его интересам. Следовательно, люди не могут быть честными, и люди не могут доверять друг другу. Вот пришел к вам парень и говорит, «У меня есть дом, как раз такой, как вам нужно». Он продавец. Когда доктор говорит, «Мне кажется, вы лишитесь почки». Я не знаю, вымогает ли он деньги для оплаты услуг, или же я действительно в любом случае лишусь почки. В денежной системе трудно верить людям. Если бы вы пришли в мой магазин, а я вам сказал, «Эта лампа, несомненно, очень хороша, но лампа, которая продает мой сосед рядом, лучше. Я просто потеряю свой бизнес. Это не будет работать. Если я буду честным, то я прогорю». Поэтому, если кто-то говорит, что индустрия заботится о людях, это неправда. Они просто не могут себе позволить быть честными. Поэтому, эта система не создана, чтобы служить на благо людей. Если вы до сих пор не понимаете этого, то зачем предприятия используют аутсорсинг, раз они заботятся о своих людях. Индустрии все равно, они лишь нанимают людей, потому что работа людей еще не заменена машинами. Поэтому не говорите о порядочности и честности. Люди просто не могут себе этого позволить и не потерять при этом бизнес. Очень важно обратить внимание на то, что вне зависимости от социальной системы, будь то фашизм, социализм, капитализм или коммунизм, лежащим в основе механизмом, все равно являются деньги, труд и соперничество. Коммунистический Китай не менее капиталистичен. Чем Соединенные Штаты Америки. Единственное отличие в том, как сильно государство вмешивается в предпринимательскую деятельность. Реальность в том, что денежная система это единый механизм, который сопровождает интересы всех стран на планете. Самый агрессивный, а следовательно и доминирующий вариант этой денежной системы – деятельность свободных предприятий. Фундаментальная перспектива, заложенная ранними экономистами свободного рынка, такими как Адам Смит, несет в себе только личные интересы и постоянную борьбу, которая ведет к социальному процветанию, а также создает стимул, мотивирующий людей вести эту борьбу. Тем не менее, мы еще не говорили о том, к чему эта борьба неизменно ведет, а именно с планированной коррупцией, укреплению позиций власти и денег, к расслоению общества, остановке технологического прогресса, злоупотреблению, трудом и абсолютно скрытой форме правления. Мировая коррупция обычно определяется как моральный порог. Если предприятие сливает токсичные отходы в океан, чтобы сэкономить денег, многие поймут, что там пахнет взяткой. На более глубоком уровне, когда Вольмарт переезжает в маленький городок и силы закрывает малые предприятия, или они просто не в состоянии конкурировать, то появляется район частичной безработицы. Что же в действительности Вольмарт делает плохого? Почему такие гиганты должны заботиться о семейных предприятиях, которые они уничтожают? Если еще точнее, то, когда юридическое лицо увольняет рабочих с работы, потому что была создана новая машина, которая может сделать ту же работу за меньшие деньги, люди, как правило, соглашаются с этим, принимая как должное, и не видят в этом безнравственности и бесчеловечности подобных действий, потому что независимо от того, сливаются ли токсичные отходы монопольными предприятиями или же сокращается штат рабочих, мотив всегда один – прибыль. Все они в разной степени являются одним и тем же механизмом самосохранения, который всегда ставит благополучие людей после денежного роста. Поэтому коррупция – это не побочный продукт денежной системы, это ее фундамент. И пока большинство людей сознают эту тенденцию на том или ином уровне, большинство остается наивными, большим последствием такого эгоистичного механизма, преобладающему менталитету в обществе. Внутренние документы доказывают, что эта компания, абсолютно точно зная, что сделала лекарство, зараженное СПИДом, ликвидировала свой продукт с рынка США и затем сбросила его на рынки Франции, Европы, Азии и Латинской Америки. Правительство США позволило такому случиться. ФДА позволило такому случиться. И правительство просто делает вид, что не видит этого. Тысячи больных гемофилией умерли от СПИДа. Эта компания абсолютно точно знала, что их лекарство заражено СПИДом. Они сбросили его на другие рынки, потому что хотели превратить эту катастрофу в прибыль. Так что мы видим, что у нас закоренелая коррупция. Мы все покрываем друг друга. И вам не следует ожидать порядочности в таком деле. Такое ощущение, что они не знают, кого выбирать. Они думают с точки зрения демократии, которая невозможна в экономике, основанной на деньгах. Если у вас больше денег на рекламу своей избирательной кампании, чем у конкурентов, то это не является демократией. Это на руку тем, кто имеет материальное преимущество. Поэтому всегда будет диктатура элиты, финансово благополучных людей. Мы можем либо иметь в этой стране демократию, либо мы можем иметь огромное состояние, сосредоточенное в руках нескольких человек. Но мы не можем иметь одновременно и то, и другое. Интересно понаблюдать, как неизвестные вам личности волшебным образом появляются на президентских выборах в качестве кандидатов. А затем, перед тем, как вы очнетесь, вам каким-то образом придется выбирать из малой группы очень богатых людей, которые имеют подозрительный широкий взгляд на общество. Наверное, это шутка. Люди приходят на голосование, потому что они заранее решили согласиться с тем, что предложили финансовые силы, которые фактически разыгрывают шоу. Многие, кто видит иллюзию демократии, часто думают, если бы только удалось честным, порядочным политикам прийти к власти, тогда все стало бы хорошо. Но пока эта идея кажется разумной, принятой нами картине мира, но она, к сожалению, также является ошибочной. Потому что, когда дело доходит до того, что действительно важно, эти политические учреждения вместе с ними и сами политики не имеют абсолютно никакого понятия, что заставляет наш мир и наше общество функционировать. Политики не могут решать проблемы. У них нет необходимых знаний. Они не знают, как решать проблемы. Даже будь они искренними, они все равно не знают, как решать проблемы. Техники создают заводы по орошению воды. Техники дают вам электричество. Это они дают вам автомобили. Они обогревают ваш дом и охлаждают в летнее время. Технологии решают проблемы, а не политики. Политики не могут их решить, потому что они не знают, как. Очень мало людей сегодня останавливается и задумывается, что действительно улучшает их жизнь. Деньги? Очевидно, что нет. Вы не можете есть деньги или же запихать их в машину, чтобы она ехала. Политика? Все, что могут политики, это создавать законы, утверждать бюджет и объявлять войну. Религия? Конечно же, нет. Религия ничего не создает, кроме нематериальных, эмоциональных утешений для тех, кто в них нуждается. Настоящий подарок, которым мы, люди, обладаем, который единственный улучшает нашу жизнь, это технология. Что такое технология? Технология – это карандаш, позволяющий закрепить идеи на бумаге для дальнейшего развития. Технология – это автомобили, которые позволяют нам передвигаться быстрее, чем собственным ходом. Технология – это очки, позволяющие видеть тем, кто в этом нуждается. Применение технологий позволяет расширить человеческие возможности, уменьшить человеческие усилия, избавить людей от конкретной работы или проблемы. Представьте, какой бы была бы ваша жизнь сегодня без телефона или микроволновой печи, или компьютера, или самолета. Все в вашем доме, что вы воспринимаете как должное, от звонка на двери, до стола, до посудомоечной машины, технологии, созданные креативными гениальными техниками, не деньгами политикой или религией. Это все ложные институты. Писать своему конгрессмену – это фантастическая идея. Они говорят вам, напишите своему конгрессмену, если вы хотите что-то сделать. Люди в Вашингтоне должны быть в авангарде технологий, в авангарде исследований, проводимых людьми, на переднем плане расследований преступлений. Все факторы, формирующие поведение человека. Вам не нужно писать письмо вашему конгрессмену. Кто они такие, что их назначили на эту работу? Будущее столкнется со многими сложностями. А вопрос, задаваемый политиками, следующий – сколько будет стоить проект? Вопрос не в том, сколько это будет стоить, а в том, имеем ли мы достаточно ресурсов. Сегодня у нас есть нужные ресурсы, чтобы дать дом каждому, построить больницы по всему миру, построить школы по всему миру, наилучшее оборудование в лабораториях для изучения и проведения медицинских исследований. Так что вы видите, у нас есть все. Но мы живем в денежной системе, а в этой системе присутствует прибыль. Что за фундаментальный механизм управляет прибылью, кроме собственного интереса, что действительно поддерживает дух соперничества в его основе? Высокая эффективность и устойчивое развитие? Нет, это не входит в их замысел. Ничто, произведенное в нашем прибыльно-ориентированном обществе, даже отдаленно не напоминает устойчивое развитие и эффективность. Иначе не существовало бы индустрии с оборотом во много миллионов долларов по обслуживанию автомобилей. Как не было бы и трехмесячного срока, за который электроника устаревает? Изобилие? Безусловно, нет. Изобилие, основное на законе спроса и предложения, является крайне нежелательным. Или, если алмазная компания продает алмазы в 10 раз больше обычного во время их добычи, это означает, что поставки алмазов возрастут, а следовательно, при тех же затратах цена упадет, и прибыль снизится. Факты в том, что эффективность, устойчивость и изобилие являются врагами прибыли. Одним словом, механизм таков, что именно дефицит увеличивает прибыль. Что такое дефицит? Дефицит основан на сохранении ценности продуктов. Замедление темпов производства нефти поднимает ее цену. Если поддерживать дефицит драгоценных камней, то они всегда будут стоить дорого. Они жгут алмазы на кимберлейском алмазном руднике. Они сделаны из углерода. Они поддерживают высокую цену. Тогда какое значение это имеет для общества? Когда недостаток, созданный естественно, или через манипуляцию, является выгодным для индустрии. Это означает лишь то, что устойчивость и изобилие никогда не придут в нашу, основанную на прибыли, систему. Просто это идет вразрез с самой природой такой структуры. Следовательно, это невозможно, чтобы в мире не было войн или бедности. И невозможно постоянно совершенствовать технологии в направлениях максимальной эффективности и производительности. И самое печальное, что просто невозможно ждать от людей по-настоящему душевного и порядочного поведения. Люди используют слово «инстинкт», когда они не могут объяснить свое поведение. Они сидят, они сидят, сложа руки, и они оценивают все на основе своих скудных знаний. И они говорят такие вещи, «жадность является естественной вещью, просто люди так устроены». Как будто они работали годами над этим. Жадность далеко не естественна. Мы хотим устранить причины этих проблем. Кто-то может задаться вопросом, «А разве это неврожденные человеческие качества?» Нет, они неврожденные. Не существует так называемой природы человека. На самом деле есть лишь человеческое поведение, которое всегда изменялось по ходу истории. Вы не родились жадными, нетерпимыми, развращенными, с чувством ненависти. Вы этому набираетесь у общества по ходу вашей жизни. Война, нищета, коррупция, голод, бедность, человеческие страдания не исчезнут в денежной системе. То есть там будет очень мало существенных изменений. Необходима реорганизация нашей культуры, наших ценностей, и все должно соотноситься с реальными возможностями Земли, а не с мнением определенных людей или политических взглядов на то, каким должен быть этот мир, или религиозных идей, управляющих поведением человека и его поступками. И это то, что представляет из себя проект Венера. Общество, о котором мы собираемся говорить, это общество свободное от всех старых предрассудков, ущемлений, о тюрем, полиции, жестокости и юриспруденции. Все законы исчезнут, и также исчезнут все профессии, которые больше не требуются. Например, биржевые маклеры, банкиры, рекламщики исчезнут навсегда, потому что это уже не важно. Когда мы поймем, что только технологии, разработанные гениями, освобождают людей и улучшают качество жизни, тогда мы осознаем, что самое главное сфокусироваться на разумном управлении ресурсами Земли, потому что именно из этих природных ресурсов мы добиваем материала для продолжения нашего процветания. Понимая это, мы видим, что деньги по существу являются барьером к этим ресурсам, потому что за все нужно платить. Почему мы получаем ресурсы только за деньги? Из-за реального или искусственного дефицита? Обычно мы не платим за воздух и воду, потому что они существуют в большом изобилии. Продажа их была бы бессмысленна. Тогда, рассуждая логически, если ресурсы и технологии, используемые для создания всего в нашем обществе, например, домов, городов и транспорта, были бы в избытке, то не было бы смысла торговать. Аналогично, если автоматизация и машины станут настолько продвинутыми, что избавить людей от труда, тогда просто не будет надобности работать. И если решить кое-какие общественные проблемы, то у нас совсем не будет причины использовать деньги. Но остается главный вопрос. «Хватит ли все-таки нам ресурсов и технологических знаний для создания настолько богатого общества, чтобы все, что мы имеем, стало доступным без ценника и без необходимости служить и подчиняться? Да. У нас есть ресурсы и технологии, чтобы обеспечить подобное как минимум, вместе с возможностью поднять уровень жизни настолько высоко, что люди в будущем, оглядываясь на нашу цивилизацию, будут недоумевать, насколько примитивным и незрелым было наше общество. Проект Венера предлагает совершенно другую систему, которая основывается на современных знаниях. Мы никогда не ставили перед учеными задачу о создании такого общества, в котором не будет скучного и монотонного труда, в котором не будет транспортных аварий, общество, в котором высокий уровень жизни будет доступен каждому. Пища, которую мы употребляем, не будет содержать никаких отрав, а способы получения энергии будут эффективными и экологически чистыми. Мы можем сделать это там, в экономике, основанной на ресурсах. Главное отличие между экономикой, основанной на ресурсах, и денежной системой заключается в том, что ресурсоориентированная экономика действительно заботится о людях и их благополучии. В то время как денежная система настолько исказила, что забота о людях ушла далеко на второй план, если не ушла вообще. Товары, которые производятся, оцениваются лишь с точки зрения прибыльности их реализации. Если в обществе есть проблема, то вы не будете ее решать, потому что вам за это не платят. Ничего похоже на ресурсоориентированную экономику еще никто не применял. Со всеми нашими технологиями мы можем уже сегодня создать такую экономику. Жизнь каждого станет нам много лучше. Мы можем достичь богатства во всем мире, разумно используя наши технологии, и забочусь об угрожающей среде. Это совсем другая система, и о ней очень трудно говорить, потому что общество недостаточно информировано. аура технологий. Энергия В настоящее время мы не должны сжигать ископаемое топливо. Мы не должны использовать ничего, что загрязняет окружающую среду. Существует много источников энергии. Поталкиваемые влиятельными людьми такие альтернативные источники энергии, как водород, биомасса и даже ядерная энергия крайне недостаточно, опасны, и существуют только для сохранения системы, основанной на прибыли. Когда мы присмотримся, то увидим лишь пропаганду и эгоистичные решения, продвигаемые энергетическими компаниями. Мы открыли, по-видимому, неисчерпаемый источник, имеющийся в избытке и возобновляемой энергии. Солнечная энергия и энергия ветра широко известны людям, но настоящий потенциал этих источников энергии замалчивается. Солнечная энергия, производимая Солнцем, настолько сильна, что один час света, дневного света в жаркий день, содержит больше энергии, чем весь мир потребляет за год. Если бы мы могли поймать хотя бы одну сотую процента этой энергии, то нам никогда бы не пришлось больше использовать нефть, газ или что-то еще. Проблема не в доступности этой энергии, а в технологии, с помощью которой можно ее преобразовывать. В наши дни существует много продвинутых технологий, которые могут осуществить эти задачи, если бы они не были блокированы необходимостью конкурировать за долю рынка с уже существующими энергетическими корпорациями. Но не стоит забывать и об энергии ветра. Энергия ветра продолжительное время считалась слабой и, учитывая привязку к определенной местности, непрактичной. На самом деле это не так. В 2007 году Департамент Соединенных Штатов Америки сообщил, что если бы энергию ветра использовали хотя бы в трех из 50 американских штатов, то это бы позволило обеспечить энергией все государство. Также существуют малоизвестные людям способы получения энергии из волны прилива. Энергия приливов добывается благодаря движению воды в океане. Установив специальные турбины, можно ловить эти движения воды и посредством этого получать энергию. На данный момент в Великобритании доступно 42 подходящих для установки турбин места. По прогнозам, можно обеспечить около третьей необходимой Великобритании энергии, используя лишь энергию приливов. Сила морских волн, существующая благодаря движению океанов, может в глобальных масштабах приносить 80 тысяч ТВ-час каждый год. Это означает, что 50% всей используемой нами энергии может быть получена с помощью одних только волн. Очень важно отметить, что преобразование энергии приливов волн, солнца и ветра фактически не требует заготовки энергии для последующего использования, в отличие от угля, нефти, газа, биомасс, водорода, а также всех остальных подобных источников энергии. Если разумно использовать лишь эти четыре источника энергии, применяя самые последние разработки, то можно обеспечить энергией весь мир навсегда. Также существует еще одна форма экологически чистой возобновляемой энергии, которая превосходит все остальные. Геотермальная энергия. Геотермальную энергию можно получить путем утилизации так называемого тепла земных недр, когда при помощи элементарного процесса с использованием воды можно генерировать огромное количество чистой энергии. В 2006 году Массачусетский технологический институт открыл, что на Земле в настоящее время доступны 13 тысяч зета-джоулей энергии с возможностью использовать еще две тысячи при некотором развитии технологий. Суммарное потребление энергии всех государств земного шара составляет примерно половину трех джоулей в год. Это значит, что на протяжении четырех тысяч лет мы можем получать количество энергии, необходимой всей планете, лишь из этого одного источника. И когда мы понимаем, что тепло нашей планеты постоянно восполняется, то становится очевидным, что его можно использовать вечно. Эти источники энергии лишь немногие из тех возобновимых энергетических ресурсов, которые нам доступны, и со временем мы будем только находить новые и новые. Осмыслив это, становится очевидно, что мы имеем огромное изобилие энергии с возможностью обойтись без загрязнения окружающей среды, традиционных методов охраны природы и особенно денег. А как насчет транспорта? Традиционным транспортным средством в нашем обществе является автомобиль и самолет, оба из которых используют ископаемое топливо для своей работы. В случае с автомобилем, требуемые технологии аккумуляторов, обеспечивающие электрические автомобили энергии, достаточные для движения со скоростью 160 км в час на протяжении 320 км на одном заряде, существуют и существовали в течение многих лет. однако из-за патентов на аккумулятор, контролируемых нефинной промышленностью, которая ограничивает их использование для сохранения своей собственной доли на рынке, в сочетании с политическим давлением со стороны энергетики, доступность и применение этой технологии является ограниченной. Нет абсолютно никаких причин, кроме чистой и безнравственной заинтересованности в прибыли, против того, чтобы каждый автомобиль в мире стал электромобилем, совершенно безопасным для экологии, без необходимости заправляться его бензином. Что касается самолетов, в настоящее время мы поняли, что этот способ передвижения неэффективный, обременительный, медленный и вызывает слишком много загрязнений. И это поезд на магнитной подвесе. Он использует магниты в качестве двигателя. Магнитное поле удерживает его в воздухе и требует менее 2% энергии, используемой в самолетах. У этого поезда нет колес, поэтому ничего не изнашивается. Текущая максимальная скорость поездов с этой технологией, которую использует в Японии 580 км в час. Однако, эта версия поезда уже очень устарела. Организация под названием ЕТ-3, которая связана с проектом Венера, разработала магнитоплан, способный передвигаться быстрее 6400 км в час. В неподвижной свободной от трения трубе, лежащей на земле или под водой. Только представьте, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за обеденный перерыв или из Вашингтона в Пекин за 2 часа. Это будущее континентальных и межконтинентальных путешествий, быстро, чисто и при этом затрачивая лишь часть энергии, используемой нами сегодня, для тех же целей. В действительности же, если использовать технологии магнитных подвесов в современных аккумуляторных батарей и геотермальную энергию, то не останется никаких причин возвращаться к сжиганию ископаемого топлива. И мы можем это сделать прямо сейчас, если бы нас не сдерживала эта парализующая система, основанная на выгоде. Работа. Сейчас Америка катится к фашизму. У нее есть склонность к доминирующей философии и религии, чтобы поддерживать фашизм. Американская промышленность является в сущности институтом фашизма. Если вы этого не понимаете, то однажды проснетесь от мощного удара диктатуры. Нам внушили понятие о респектабельной работе. И я смотрю на это как на оплату рабства. Вы воспитаны с верой о том, что должны зарабатывать на жизнь в поте лица. И это сдерживает людей. Надо освободить людей от тяжелой и повторяющейся работы, которая делает их невежественными. Это просто грабеж. В нашем обществе ресурсоориентированной экономики машины освобождают людей. Мы не можем себе такое представить, потому что никогда не знали о таком мире. Автоматизация Если мы заглянем в историю, то увидим чистую модель машинной автоматизации, плавно заменяющей человеческий труд. От исчезновения лифтера до почти полной автоматизации завода по сборке автомобилей. Дело в том, что с ростом технологии необходимость человеческой работе всегда будет понижаться. Это создает серьезные противоречия, которые доказывают ложность денежной системы, основанной на работе людей. Потому что людской труд находится в прямом соперничестве с технологическим достижением. Поэтому, сделав главным приоритетом выгоду промышленности, люди через некоторое время будут постоянно терять работу и заменяться машинами. Когда индустрия покупает машины вместо сокращения рабочего дня, происходит сокращение штата. Вы теряете свою работу, у вас есть полное право бояться машин. Высокотехнологичные ресурсоориентированные экономики консервативно заявляют, что 90% всех рабочих мест можно заменить машинами. Освобождение людей от рабства – вот в чем главный смысл технологий. Через какое-то время с появлением нанотехнологий и других продвинутых научных достижений, мы сможем увидеть, как самые сложные медицинские процедуры могут быть выполнены машинами не хуже людей, причем с большим конфицентом успеха. Путь свободен, но наша денежная система, нуждающаяся в рабском трубе, блокирует прогресс. Людям нужна работа, чтобы выжить. Вся суть этой денежной системы должна исчезнуть, или мы никогда не будем свободны, и технологии так и останутся замороженными. У нас есть машины, которые чистят канализацию, освобождая человека от этой работы. Взгляните на машины, как на расширение производительности человека. Более того, многие сегодняшние профессии не будут существовать в ресурсоориентированной экономике. Профессии, связанные с управлением деньгами, рекламой и самой правовой системой, исчезнут. Потому что с исчезновением денег большинство преступлений, совершаемых сегодня, никогда не произойдет. Практически все виды преступлений являются следствиями денежной системы, прямыми или через нервные расстройства от финансовых потерь. Поэтому законы, как таковые, смогут наконец-то исчезнуть. А вместо установки знаков, скользко, когда мокро, можно покрыть магистрали абразивным материалом, чтобы дорога была сухой, даже когда влажна. Или когда пьяный человек ведет машину, и она колеблется, маленький маятник, раскачиваяся туда-сюда, удерживает машину на дороге. Незакон, решение, установить сонар и радар на автомобиле, чтобы они не могли с друг другом сталкиваться. Придуманные человеком законы, пытаются справиться со случающимися проблемами, а не найти их решение. Они просто создают закон. Соединенные Штаты «Самая партизированная капиталистическая страна на планете». И нет ничего удивительного в том, что в этой стране самое большое количество заключенных, растущие каждый год. По статистике, большинство заключенных не образованные и из бедных семей изгоя общества. И, вопреки пропаганде, именно условия среды подталкивают их преступлением и насилием. Однако, общество смотрит на это совсем иначе, не желая видеть настоящих причин. законодательство тюремной системы это еще одни примеры того, как наше общество избегает понимания ключевых причин поведения. Миллиарды тратятся каждый год на содержание тюрем и полиции, в то время как только часть на программы против бедности, которые являются одной из самых главных причин совершения преступления. И до тех пор, пока у нас есть экономическая система, которая предпочитает и фактически создает дефицит и убытки преступления никогда не прекратятся. Побуждение если бы люди имели все необходимое и могли жить без рабства, долгов, производства, торговли, они бы вели себя иначе. Вы хотите, чтобы все те вещи были бесплатны? Если не цена и не денежная зависимость, то что же будет мотивировать людей? У человека будет все, что ему нужно, он будет просто лежать на солнце. Это миф, который они укоренили. Людей в нашем обществе заставили поверить, что эта денежная система мотивирует людей. Если у людей все есть, зачем им заниматься трудом? у них просто пропадет желание. Поэтому нас так убеждают, что необходимо держаться за денежную систему. Но если забрать деньги со сцены, появятся другие мотивы, совершенно другая мотивация. Когда у людей удовлетворены все жизненные потребности, у них меняется мотивация. А Луна, звезды, появляются совершенно новые стимулы. Когда человек рисует, он получает удовольствие от того, что показывает свое творчество людям, нет продажи. Образование. Я считаю, что нынешнее образование по сути готовит армию работников. Оно очень специальное, не общее. О многих вещах люди мало что знают. Не думаю, что вам удастся заставить их воевать, если они узнают достаточно обо всем. Я думаю, наше образование лишь зубрежка, а не обучение тому, как надо решать проблемы. Образование не предоставляет возможности, позволяющих мыслить критически. В мире с экономикой, основанной на ресурсах, образование было совершенно иным. Главная забота нашего общества это умственное развитие и мотивирование каждого человека к достижению своего максимального потенциала, потому что наша философия заключается в том, что чем умнее будут люди, тем богаче станет мир, так как каждый человек будет участником. Чем умнее будут ваши дети, тем лучше будет моя жизнь, потому что они будут носить более конструктивный вклад в окружающую среду и в мою жизнь, так как все, что мы разрабатываем в рамках ресурсоориентированной экономики, делается для общества и не будет иметь никаких ограничивающих факторов. цивилизация, патриотизм, оружие, армия, пехота, все это знак того, что мы еще не цивилизованы. Дети будут спрашивать своих родителей. Неужели вы не видели необходимости в автоматизации? Пап, как ты мог не видеть, что война становится неизбежной, когда вокруг состоится нехватка? Ведь это очевидно. Конечно, ребенок поймет, что вы улух, выращенный для слепой службы, укоренившимся социальным институтом. Наше общество такое больное и ужасное, что мы не будем решить историю. В учебниках напишут лишь, что крупные нации отбирали землю у малых, используя грубую силу и жестокость. Мы войдем в историю как продажное безнравственное общество, предшествующее цивилизованному миру. Это возможно только, если все народы будут трудиться вместе, все люди, работающие вместе для создания благ для всего человечества, без необходимости служить и подчиняться кому-либо. Не будет общественной стратификации, технического элитаризма и всех других видов элит. Они сотрутся с лица земли. Статус не имеет значения, так как его просто нет. и эта система, которую я предлагаю, глобальная ресурсоориентированная экономика, не идеальна. Она лишь намного лучше того, что мы имеем сейчас. Мы никогда не достигнем совершенства. Мы никогда не сможем совершенства. с лица земли. Спасибо за субтитры Алексею